Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире программа «Наедине со всеми» и я, ее ведущий Александр Катунцев. В минувшую пятницу активисты общественного движения генеральный протест выступили с официальным заявлением о том, что Одесский городской совет грубо нарушил законодательство и Конституцию Украины, утвердив детальный план территории в районе Аркадии. Напомню, 9 октября на сессии Одесского городского совета на следующий день после общественных слушаний, безо всяких изменений и учета поступивших предложений от общественников, Горсовет утвердил детальный план территории в границах улиц по Смитного, Тенистой, Фонтанской дороги и Педагогического переулка. Общественники усмотрели в действиях Одесской городской власти нарушение ряда законов Украины. В связи с этим представители общественного движения «Генеральный протест» намерены начать кампанию по отмене этого решения Одесского городского совета. Об этом и не только мы будем говорить с гостями нашей студии. Сегодня в гостях у нас Андрей Юсов, председатель Одесской областной организации политической партии «Удар» Виталия Кличко и Анатолий Бойко, глава Одесской областной организации «Комитет избирателей Украины». Добрый вечер, уважаемые господа. Рад приветствовать вас в этой студии. Но перед началом нашей беседы хочу напомнить телезрителям, что мы проводим интерактивное голосование. И сегодня хотелось бы узнать ваше мнение вот по какому вопросу. Безрезультатный бюджетный туризм Костусева – это три варианта ответа. Легальные прогулки, прогулы, простите, в этом случае звоните по телефону 728-01-70. Второй вариант – бегство от действительности, в этом случае звоните по телефону 728-01-71. Если же вы считаете, что это поиск потерянного ума-разума, звоните по телефону номер 728-01-72. Кроме того, если у вас будут вопросы непосредственно к нашим гостям, звоните по телефону прямого эфира 728-72-07. Итак, уважаемые господа, повторюсь, как утверждают общественники, сессия Одесского городского совета одобрила проект детального плана территории без учета их мнения, имеется в виду мнение общественников, и без учета тех людей, которые присутствовали, жители этой территории непосредственно, которые присутствовали на общественных слушаниях. Вопрос у меня какой? Во-первых, как были организованы и как прошли эти общественные слушания? А во-вторых, вообще знали ли о них люди, которые проживают на этой территории? Насколько они были оповещены? Тут проблема не только в том, что без учета, а в том, что вопреки решению общественных слушаний и вопреки даже тем, небольшому количеству людей, которое смогло принять в них участие, потому что, к сожалению, слушания были организованы с нарушением целого ряда неписанных норм и просто каких-то разумных сроков, так и абсолютно четкой и обозначенной действующей нормативной базой процедуры. То есть, во-первых, на подачу предложения было отведено всего несколько дней. Во-вторых, были другие процедурные нарушения. В-третьих, на самих общественных слушаниях собравшиеся они четко заявили о том, что такой план, детальный план застройки территории, он принят быть не может. То есть, не четко или напротив четко? Нет, четко заявили, что такой план территории он быть не может, потому что он составлен без учета существующих условий и без учета необходимых каких-то направлений развития этой территории. Была сформирована согласительная комиссия, опять же, под давлением общественности, которая должна была согласовать все спорные вопросы. Ну, кстати, а что предполагается вот этим планом? То есть, все говорят, детальный план территории. Что предполагается? Что предполагается изменить на этой территории? Ну, вот, дуже важливое питание. Багато людей дивлятся и думают, ну, иде обговорение каких-то техничных питаний. ДТП, ДПТ, вот, что воно с чем едят? Насправді, иде мова про то, что Олексій Костусев зрозумів, что через генеральный план развития не вдастся протягнуть ті чи інші скандальні, неоднозначні рішення и намагается діять сьогодні в обхід. Действительно, для большинства населення Одессы сьогодні детальный план территории, ДПТ, ну, практически мало про что говорить. Люди, можливо, навіть не понимают, что за цим словом стоять, за цією короткою аббревіатурою, стоять завтрашнє майбутнє їх, наших дітей, інфраструктури всього міста, там, де ми будемо жити. От на данному конкретному мікрорайоні ми можемо проаналізувати. Іде мова про шикарний район, фонтана, посмітного, елітний район, де земля коштує дуже дорого. І, власне, там уже в цьому районі, от на цьому клаптику проживає близько 4 тисяч чоловік. І, згідно прийнятих рішень на останній сесії, буде жити тепер іще стільки ж тисяч людей. Планується забудова поруч з існуючими будинками багатоповерховими, також забудова нових багатоповерхових будинків. Це приблизно 12 поверхів і вище. І найголовніше, що це відбувається без капіталовкладень в розвиток інфраструктури. Тобто там не вирішується питання додаткових проблем, навантажень на мережі, водопостачання, світло і інші питання. Соціальна інфраструктура, садочки, лікарні в обґрунтуванні, яке надано депутатам, просто міститься перелік тих об'єктів, які вже функціонують. Але ніхто не проводив розрахунки, чи здатні школи навколо прийняти дітей і ще, по суті, з нового мікрорайону. Це велика кількість будинків і велика кількість мешканців. Банальна іде мова про бажання чиновників. В першу чергу, ну, зрозуміло, йде мова про політичну відповідальність діючого міського голови. Якомога швидше і вирішити питання про забудову елітної території і отримати надвеликі прибутки. Тому що, зрозуміло, це супердорога земля, практично в важливому Приморському районі Одеси, і супердорогий квадратний метр майбутніх квартир. Тобто, не йде мова про вирішення питань, ну, скажімо, соціального захисту Одеситі, вирішення житлового питання в Одесі, не йде мова про забудову депресивних районів і так далі. Не про Молдаванку ми зараз говоримо, а про шостостанцію фонтана. Ми маємо чітко це розуміти. Тобто, попросту говоря, уплотняється застрійка, увеличивається кількість проживаючих чоловік в два раза, а потім, як вони будуть жити на цій території, ну, плевать, извиніться за грубість. Ну, вачеветь так, вачеветь так. Я хочу напомнить телезрітелям, що сьогодні вопросами інтерактивного голосування ми задали следующий вопрос. Безрезультатний бюджетний туризм Костусева – це? Три варианта ответа. Легальні прогулы, телефон 728-01-70, «Бегство от действительности», телефон 728-01-71 и «Поиск потерянного ума разума», телефон 728-01-72. Почему именно этот вопрос сегодня мы вынесли в интерактивное голосование? Да, собственно говоря, потому, что Алексей Костусев сейчас находится в Китае с официальным визитом. Ну, вот, собственно говоря, поэтому мы интересуемся, как вы считаете, что это было или что это есть? Итак, возвращаясь к теме нашего разговора. Дело в том, что мы сейчас говорили, что накануне принятия этого важного решения, по крайней мере для жителей этого микрорайона, да я считаю для всех одесситов, были проведены общественные слушания. И люди, которые там присутствовали, и представители общественных организаций, которые там присутствовали, в один голос единогласно заявили, что в таком виде детальный план территории принят быть не может. Тем не менее, на сессии Одесского горсовета 9 октября это решение принимается. Несмотря на возмущение людей, не учитывая мнение людей, которые присутствовали при обсуждении, вот поясните мне, как такое возможно и зачем тогда вообще проводятся общественные слушания накануне принятия таких важных решений? То есть смысл проведения этих мероприятий? Ну, эти мероприятия, они прямо предусмотрены законодательством Украины как раз для того, чтобы граждане, они не были в положении крепостных, которые их продают вместе с землей, да, землю вместе с, или землю вместе с крепостными. И для того, чтобы они могли внести какие-то свои предложения и замечания по тем планам застройки территории, где они проживают. То есть, соответственно, это святое право украинских граждан. Значит, проблема в том, что обычно эти общественные слушания, они проходят более или менее формально. То есть, они организовываются таким образом, чтобы как можно меньшее количество людей узнало о них, либо чтобы как можно меньшее количество людей могло разобраться в сути вопроса. А еще меньшее количество людей могло подать какие-то замечания и предложения. Ведь к рассмотрению принимаются не просто абы какие предложения, которые мотивированы, аргументированы со ссылкой на строительные нормы и так далее. То есть, это достаточно серьезно нужно разобраться в материалах, которые предоставляются в краткие, сжатые сроки, успеть еще что-то подготовить. Так вот, обычно эти слушания проходили без сучка, без задоринки, потому что общественность не всегда успевала, люди, обычные граждане не всегда знали, не всегда понимали важность. И был расчет, что и в этот раз будет так же. А ситуация пошла абсолютно по другому сценарию. На общественное слушание попали люди от общественности, которые разбираются в вопросе, которые были подготовлены, которые смогли сразу же по ходу выявить целый ряд процедурных нарушений, указать на них организаторам слушания это управление архитектурой. И потребовать, объяснить те проблемы, которые скрытые в себе несет данный детальный план территории, о котором говорил Андрей, то что, в принципе, просто тем уже, кто живет в этом микрорайоне, на голову поселит еще такое же количество без развития инфраструктуры. Это было детально объяснено. Соответственно, те граждане, проживающие в микрорайоне и принимавшие участие в слушаниях, поняли в чем вопрос, поддержали общественников и, как я уже говорил, ситуация пошла по совсем другому сценарию. И на горизонте замаячил абсолютно четкий срыв плана. То есть, абсолютно четко уже было понятно, что не удастся просто так без изменений в том виде, в котором нужно заказчику. А у каждого ДПТ есть свой заказчик, потому что изготовление детального плана территории, оно оплачивается за счет строительных фирм, которые собираются строить, а не за счет города. Соответственно, тут есть четкий финансовый интерес. Заказчик начал понимать, что возможно, во-первых, корректировки существующего детального плана территории уже столько построить не удастся. Во-вторых, возможен вообще срыв достигнутых определенных договоренностей и ситуация может быть вообще развернута на 180 градусов и вместо элитных многоэтажек появятся детские садики, больницы и так далее. И, очевидно, в пожарном темпе было оказано давление, какие-то проговоры, переговоры проведены, в результате чего этот вопрос вообще в нарушении всех существующих норм был просто с голоса внесен и проголубить, протащен через сессию. Да. Именно потому, что общественность пошла по правильному, по эффективному пути. Заказчик испугался, что его планы будут сорваны. Ну, кстати, насколько мне известно, и вы подтвердили сегодня мою информацию, что после общественных слушаний была сформирована согласительная комиссия. В нее вошли 25 человек, причем 15 человек это как раз представители общественных организаций, представители людей, которые проживают в этом микрорайоне. Правильно будет сказать, начало формирование комиссии и она не была до конца сформирована. То есть сейчас она еще не до конца, да, сформирована? И теперь уже после решения, ну, стоять питание про скасование предыдущего решения и про початок работы этой самой погоджевольной комиссии. Питание в целом стоять наступным чином. Еще раз можем вернуться до того, что деколька месяцев тому всю Одессу буквально сколихнула ситуация около нового генплана от Алексея Костусева и местной большинства. Тогда несколько экспертов, активистов и организаций объединялись в громадскую инициативу рух «Генеральный протест». И спальными усилиями удалось, скажем, остановить принятие генерального плана в том виде, в котором он находится. Алексей Костусев зрозумев, что, ну, власне, з генпланом не вийде далі тиснути і довелось розформовувати пакети от таких от сумнівних рішень по окремим, ну, по окремим якимось велізам невеликим. От ДПТ – це такий інструмент, який дозволяє зробити все те, що вони хотіли зробити з генеральним планом міста, але без нього. Але і тут не все так просто, бо все ж таки земля – це не власність міської ради і не власність одеського міського голови, це власність територіальної громади. Є українське законодавство, нехай не досконало, але все ж таки воно є, яке передбачає абсолютно чітко встановлену процедуру. Тут питання декілька. Перше, громадські слухання пройшли в порушенні діючого законодавства, терміни порушені, процедура скликання, люди не оповещені в районі. Але навіть ці громадські слухання, погано організовані і неякісні, сказали категорично ні таким планам. Зрозумівши, що нічого не вийде. Це вже як детектив певний, як намацюють. Ми сьогодні говоримо, практично дублюємо ситуацію без об'явлення війни в ночь на таке-то число. Насправді це так. Одесити, громадськість, мешканці того мікрорайону не були готові до того, що на цій сесії будуть винесені це питання. Я хочу оптимізм, скажімо, деякий оптимістичний момент сказати. Попри голосування на попередній сесії, голосування було настільки процедурно безграмотним, настільки суперечливим з точки зору правової, що генеральний протест однозначно ставить питання перед прокуратурою, буде позов до суду, що стосується скасування даного рішення. І я думаю, що, і колега погодиться, велика ймовірність того, що дане рішення буде скасовано або призупинено. Принаймні до цього треба прагнути, і для цього є всі правові підстави. Тобто це не лише бажання чиєсь, це не ми порушили закон, це не одесити винні, це влада, Одеська міська рада, Одеський міський голова порушили закон, що стосується прийняття детального плану територій. І ми маємо розуміти, що ми будемо стикатися з такими ДПТ, це, власне, крок за кроком в кожному важливому мікрорайоні. Зрозуміло, що якщо буде йти мова про забудову, ну, наприклад, в районі Пересипи, швидше за все там будуть зразкові громадські слухання проводитись. Нам, ну, не знаю, хоча навіть і там, я думаю, що питання будуть виникати, але в цілому ось такі ділянки, як Фонтанська дорога, в якій уже сьогодні, Фонтанська дорога по смітному, автомобілісти знають, проїхати в години пік уже сьогодні там неможливо. Давайте додамо до тих будинків іще 4 тисячі осіб і побачимо, що буде відбуватись влітку, або, ну, власне, і сьогодні. Одесити мають змагатись крок за кроком здобувати свої права. Генеральний протест сьогодні перекваліфіковується з боротьби лише проти того генплану. Очевидно, що одеситів намагаються ушукати, Костусів поверить себе як шулір. Ладно, я не буду, генплан прибираємо, я демократ. А от по ДПТ я буду красти вашу землю клаптик за клаптиком, сотка за соткою. Цього не буде, тому, власне, буде важка, серйозна, але і впевне неуспішна боротьба. У нас є дзвонок от телезрителей, давайте послушаємо одеситів. Добрий вечір, ми слушаємо вас, ви в прямом ефірі. Добрий вечір, я посмотрю ваш интерактив, у мене такой возник вопрос. Чито наш мэр їздить за границей все время, не проще ли поехать во Львов, в Винницю? Я думаю, там є чему поучиться, і бюджетні деньги можна сэкономити. Там ж ж фашисты, ви що, як можна? Ну, кстати, як ви считаєте, стоить ли ехати так далеко аж в Китай для того, щоб обмениватися яким-либо опытом? Может быть, і у нас в Україні є чему поучиться? Более того, я думаю, що сьогоднішні современні технології, вони позволяют получати інформацію при желанні, даже не відходя з робочого кабінету. А с учетом того, якого уровня во Винниці внедрено електронне управлення в Горсовете, то я думаю, що вполне можна було і б этот опыт перенять. Ну, опять же, для этого абсолютно необязательно ехать в Винницу. Можна просто зайти на сайт. Якщо попередня тема, яка стосується забудови важливих районів Одеси, ну, вона більш драматична і сумна, то дане питання без іронії, без посмішки сприймати дуже важко. Олексій Костусів поїхав в Китай з офіційним візитом. Ну, це цікаво. Він в Ватикан може поїхати з офіційним візитом. Тільки я боюсь, що ні Китаю, ні Одесі від цього користі особливо і не буде. Ця людина дійсно сприйняла, ну, скажімо, обрання, або точніше призначення себе на посаду одеського міського голови, як певний бонус, який включає в себе можливість безкарно розпоряджатись одеськими землями, кома, ми можемо далі перераховувати, і можливість побачити світ. І Олексій Костусів з 2010 року максимально використовує ресурси одеської територіальної громади, одеського бюджету для того, щоб побачити світ. Він бачив Швецію вже, якщо я не помиляюсь. Тепер для контрасту Китай. Я не знаю, чим Китай може, ну, скажімо, чому навчити, може, Китай Олексія Костусіва в плані розвитку місцевого самоврядування, швидше, ну, тут якби інші тенденції сьогодні в Китайській Народній Республіці. Але, ну, цікаво там, я погоджуюсь, красива країна, прекрасна тисячолітня історія, велика китайська стіна, зоопарки, які шикарні. Я думаю, що кожен з нас присутніх, і телегридачі з задоволенням побували би в Китаї тим більше за рахунок бюджету. Звичайно. Звичайно, конечно. У нас є ще один звонок, давайте послушаємо. Добрый вечір, ми слушаємо вас. Здравствуйте. Доброго вечора. Скажи, пожалуйста, куди вже прекратиться от Продмаша до Лузановки, кожний год ворується земля, зелені зони вирубують дерев'я под машини, стоянки машин. І де делся Мустафанаем? Угу. Вон, як був у Києві, так, по-моєму, і осталось. Разнопланові вопросы. Родство закончиться, коли ми з вами перестанем, прекратим сидеть только перед телевізором і на кухнях возмущаться, а начнем к каждій сесії горсовету выходить, ловити за рукав, трясти за бороду і требувати прекратити це, тому що наші градоначальники, столоначальники, депутати і т.д. вони всі пребувають в святій уверенність, що населення настільки забито, задавлено повседневними проблемами і настільки вже ні во що не верить, нічим не інтересується і боїться і т.д., що вони можуть робити що їм угодно. Поки ми не убедимо, не докажем їм обратно, до тих пор буде продолжаться і це, і другое, і многое-многое ще. Ви знаєте, вот сегодня, ви говорите, кстати, о вроде бы правильних вещах, но с одной стороны, вони вызывают страх у мене лично. Почему? Потому, что вот мы должны каждую сесію Одесского горсовета быть на чеку. То есть мы должны... Пока не воспитаем каждую, а потом... Каждые общественные слушания мы должны приходить і разбираться в каких-то технических, довольно-таки сложных моментах, да, знати там строительные нормы і правила і т.д. и т.д. Хотя я считаю, что люди-то, собственно говоря, ну не должны, наверное, обладать такими знаниями. Вот если люди, проживающие, возвращаясь к основной теме нашей беседы, это проживающие на конкретной территории, сказали, нет, они не согласны с предложением действующей власти каким-то образом изменить их уклад жизни. Если общественники, которые там присутствовали, сказали, что все эти мероприятия были проведены с нарушением закона, с нарушением каких-то регламентов, нормы, правил і т.д. и т.п. Чьи интересы тогда защищает мэр Одессы, принимая эти решения на сессии? Ведь избирали его люди, не избирали, неважно. По крайней мере, вот сейчас в этом контексте, да, он исполняет обязанности мэра нашего города. И он должен в первую очередь руководствоваться мнением тех людей, которые проживают на конкретной территории. Чьи тогда интересы он преследует, принимая решения вопреки этому мнению? Ну, риторичное запитание безумовно, по відповідь тут, на жаль, очевидно. Не, может быть какие-то свои, может быть каких-то определенных людей. На жаль, очевидно, в першу чергу идемо про власні интересы, причем так якось дивно в одній особи поеднуються з одного боку другий Дерешельє, а з іншого боку банальна людина, яка хоче, ну, новый речь такий, да, який хоче дуже швидко збагатитись за наш з вами рахунок, який хоче використати, він звик до великих грошей, до великих статків, коли керував антимонопольним комітетом, там великі легкі гроші. Кожного місяця з тобою спілкуються монополісты, це мільярдери, і вони щось тобі пропонують, очевидно, дуже важко втриматись для Олексія Костусева було. І він хоче такими ж масштабами мислити в Одесі. І тому під ніж йде все, і дерева, і території, і багато інших інтересів наших з вами і Одеської територіальної громади. Повертаючись до цієї теми Фонтана Посмітного, свої власні інтереси, фінансові інтереси, ну, уже стало модним після Чорного, знову ж таки, якби, ну, от ми зараз говоримо слова після листа Чорного до Костусева. Кожне це слово може бути приводом для оскарження в суді. Ну, чомусь Олексій Костусев ні з ким не судиться, ні з активістів генерального протесту, ні з Вадимом Чорним, який написав йому листа звинувачення. Я ще раз кажу, швидше за все схоже на власні інтереси, очевидно, інтереси забудовників, але забудовники далеко не завжди, ну, це підприємці, вони ж працюють над вигодою. Тут якраз бізнес зрозуміти можна. Є земля, дуже вигідно на цій землі побудувати дороге житло і реалізувати його. Але якраз завдання міської влади, яка, ну, представницька влада, Одеська міська рада, вона нас з вами представляє там, полягає в тому, щоб збалансувати інтереси громади, інтереси бізнеса, забезпечити розвиток міської інфраструктури. Цього, в принципі, не відбулося. І тому якраз ви дуже правильно окреслили питання. Ми боїмося сьогодні Одеської міської ради. Ми не знаємо кожного разу, що їм в голову прийде наступного разу, які рішення прийняти. І тут однозначно, Анатолій, справ на 200 відсотків. У нас поки що партизанська війна. От Одесити – це партизани, ну, а влада – це окупаційна адміністрація. Будь-що національно-визвольний рух. Національно-визвольний рух. Ну, виходить так. А от вони, якби, окупаційна адміністрація. І кожен крок ми повинні вдумувати, чим відрізняється ДПТ від ДТП, хоча в одеських умовах наслідки ДПТ прийняття можуть бути значно гірші, ніж середньотранспортної дорожньої пригоди. І дійсно захищати свої права. Ну, інших варіантів просто немає. Ну, другий варіант – це просто з цим молчаліо згласитися і плити по теченню. Але довго і плити не вийде. Ну, або переїхати в Вінницю, в Львів, де вийшені подібні питання. Але я не хочу їхати нікуди. Моє місто Одеса і мільйон одеситів живуть тут. І жили тут, я підозрюю, що до приїзду Костусів сюди. Я думаю, не одно покоління. Тому… Есть звонок, кстати, от наших одеситів. Давайте послушаем них. Добрый вечір. Ми слушаємо вас. Добрый вечір. Я с удовольствием слушаю ваш разговор. Он весьма актуальний. И, к сожалению, на других каналах, ну, не слышишь ничего подобного. Я хотел вас попросить, не взяли в интересах громады, попросить господина Костусева, чтобы в условиях ЖКО, ну, ввели определенную дисциплину по поводу отключения, к примеру, воды. Ведь что происходит? Любому гражданину взбрило в голову там что-то починить у себя на кухне. Он вызывает частым образом сантехника. Сантехник лезет в подвал, отключает практически весь дом. В лучшем случае, когда одно парадное. Так вот я задаю такой вопрос Костусеву, собственно, в надежде, что он услышит ваш разговор. Нельзя ли ввести от имени исполкома Одесского, но требования к руководителям ЖЭКов, да для того, чтобы они, ну, регулировали этот вопрос. К примеру, хочет кто-то ремонтировать себе или, правда, устраивать там свои коммунальные услуги, в частности, вот канализации воды и так далее. Значит, надо сделать заявку в ЖЭК. ЖЭК делает маленькое объявление, чтобы люди хотя бы понимали. А то ведь получится, как у классика. Вася намылился, а Костусев, кто там взял, ЖЭКовец отключил воду. Понятно. Это первое. И второе. Второе мы не услышали. Что касается первого вопроса. Ну, мне кажется, что тут вопрос тоже не Костусеву. Можно, конечно, через Костусеву, через ЖЭК решать. Но тут еще одна проблема, которая базовая и которая, в принципе, и позволяет тем, кто у власти, творит с нами все, что им заблагорассудится. В том, что мы разобщены и очень часто друг друга просто не уважаем. Потому что зачем Костусев? Зачем нужен ЖЭК? Мы друг с другом рядом все живем. Пройдитесь по соседям и просто сами заранее предупредите. Я буду в такой-то день делать то-то и то-то. Пожалуйста, я выключу воду, будьте готовы. Это не требует никакого вмешательства, никаких высоких сил. Это требует просто уважения к своим соседям и к их интересам. А вот из этого рождается уже и солидарность, и объединение, и способность, и возможность отстаивать потом дальше вместе свои права перед тем, кто их желает нарушить. Ну вот, кстати, если говорить о правах, о объединении, о солидарности, об отстаивании этих прав, что делать людям, которые проживают на той земле, которая приглянулась представителям городской власти? Вот людей ставят перед фактом, приняли какие-то там решения, допустим, детальный план территории. А людям то что делать? То есть им сопротивляться каким-то образом, либо им договариваться с властью торговаться, либо просто собрать свои вещи и уходить подальше от этой территории, потому что… Два питания. Або чинити опір, або расслабитись и отримувати задоволение. До речи, вы вспомнили про людей, чья земля приглянулась. Там дейсно йде мова не только про сусидов, но и про тих людей, которые сейчас мешают на земле, где предпочитают строительство новых домов. Питание с ними про выселение, переселение, компенсацию еще до конца не решено, а решение про подготовку плану территории уже принято. Тобто люди сьогодні дейсно боятся, аргументовано боятся, они не понимают, что с ними будет. Бо з одного боку, ну это звучит так, что это дейсно очень элитный район по Смитно-Фонтанской дороге, но там живут разные люди и деякие живут поколениями, не обовязково все это семьи миллионеров или супер-богатей. Это пересечные одесситы, которые в спадок отримали эти квартиры, и поколения живут. И много домов там, это не только сучасные новобудования. И они чувствуют себя незахищенными. Тому зброя – это информация. И, власне, одна из функций генерального протеста – это просветительство. То есть объяснить пересечным одесситам вот такие нюансы, насправді, звичайно, в нормальной стране, ну, возможно, и не нужны. Бо, очевидно, не очень цікави, как ДПТ и другие технические нормы. Но это наши реалии. Мы мусим с этим раховаться. И, ну, понимаете, что так просто это не пройдет ни для забудовника, ни для одессыской муськой влады. То есть мы должны заниматься свои права. Наслідки могут быть разные. И, в том числе, через такие скандалы, ну, например, теоретично, можем уявить, впаде вартість нерухомостей в этом районе. И вот тогда забудовник запитает Костусева, а за что, власне, я дав тебе гроши? И официально, и неофициально, очевидно, мы тоже можем это стверждать. За проблемы, которые я себе купил через пикеты, через мітинги, через мирные протести, через людей, которые перекрывают строительство своими телами. За проблемы? Нет. Я за решение вопросов тебе платил. Поэтому, ну, все в наших руках. Что ж, понятно, есть еще один звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер. Мы слушаем вас. Вы в прямом эфире. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот гости студии, у меня здесь вот такой вопрос, ваше мнение. Почему у нас в курсовете такая слабая оппозиция? Ее не видно и не слышно. Даже когда приглашаются от оппозиции в студию кто-то, вы знаете, у них мнение какое-то нетвердое. Вот у них нет этого убеждения, что вот мы оппозиция, что мы что-то можем сделать. Вот вы сказали, что пока мы будем сидеть на кухне и обшать эти вопросы, ничего не изменится. Но оппозиция должна своим примером, своей позицией вот подталкивать нас к каким-то действиям. Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, в Одесском горсовете депутатов от партии регионов, насколько мне известно, гораздо-гораздо больше, чем представителей от оппозиции. Ну и, кстати, от партии Родина там тоже хватает. Ну, вопрос к вам, уважаемые господа, кто готов ответить? Ну, безумно, тут, скажем, как эксперт Анатолий, как очильник комитета выборцов Украины в Одесской области, я знаю ответ на это вопрос, я скажу, как политик, как человек, как человек, которая осуществляет областную организацию партии УДАР. Хотя УДАР не пройшел до Одесской области на предыдущих местных выборах, ну, это действительно вопрос есть. Очевидно, что я тоже хотел бы, чтобы оппозиция, причем, дейсно, мы до оппозиционных депутатов можем отнести сегодня разных людей, которые не только представляют политические партии, оппозиционные на национальном уровне. Но оппозиция має бути не, ну, скажем, залежно від настрою, интересів, конъюнктури, а й постійною неперервною лінією. Такі люди в Одеській міській раді є. Їх небагато. Напевно, ми би хотіли, щоб вони займали більш жесткую позицію. Ну, я собі погано уявляю, як Марина Багарій Шахматова, скажем, буде блокувати трибуну Одеської міської ради. Хоча її позиція як депутата Одеської міської ради, що стосується ключових питань, завжди абсолютно адекватна і чесна по відношенню до виборців. Є і інші депутати, за яких не соромно. Але їх мало. Ну, безумовно, ми всі хотіли б, щоб їх голос був більш звучний. Але, знову ж таки, прохання до всіх одеситів. Уже тепер тере виборців. Наступні місця і вибори будуть. Ви, будь ласка, голосуйте не за бренди, а за конкретних людей, які будуть нести перед вами відповідальність. Тому що дійсно сьогодні більшість в Одеській міській раді належить партії регіонів, які ні з ким не збираються радити щодо того, за які рішення голосувати, які рішення не голосувати, що підтримувати, а що не підтримувати. Більше того, вони поводять себе в Одесі більш зухвало, ніж в Верховній раді України. Бо там чечета вже дуже обережно рукою махає і картками намагаються не зловживати. А те, що відбувається в Одеській міській раді, вони скоро будуть, одна людина приходить на сесію стосом карток для голосування і сама буде приймати самочинно всі рішення. Тут глобально все в наших силах, але однозначно, що оппозиція має працювати краще. Я це візнаю 100%. Есть ще один звонок, давайте послушаем. Добрый вечер. Нет звонка, я так понимаю. Ответили на все вопросы. К сожалению, звонок сорвался. Возвращаясь к основной теме нашей беседы о детальных планах территории. Вот если говорить о ДПТ, который мы рассматриваем сегодня. Да, безусловно, это очень лакомый кусочек для городской власти. Очень элитный район. Но это ведь не единичный случай, когда принимается ДПТ. Если мы рассмотрим, на каждой сессии чуть ли не пакетами принимаются все различные детальные планы территории. Как вы считаете, ну зачем, я наверное этот вопрос неправильный, а может риторически зачем это делается. Это скорее всего понятно. Как этому противостоять? Может быть есть какой-то механизм, чтобы запретить это делать? Или как изменить процедуру? То есть у нас нет генерального плана, но есть удобная лазейка принятия вот этих ДПТ. Как противостоять этому можно? Да, в принципе, достаточно просто. Тут единственное я бы хотел пояснить. То есть градостроительная документация, она имеет разные уровни детализации. То есть генеральный план это наиболее общий документ. Он касается всего города в целом. Он определяет какие-то стратегические вещи. А уже конкретно для каждой территории ситуация расшифровывается именно в детальном плане территории. То есть получается такая матрешка. Генплан, потом ДПТ. Чтобы одесситы понимали, что все это взаимосвязано. И на самом деле очень часто ДПТ, оно не меньше, а и большую важность несет, чем генеральный план. Потому что оно конкретно определяет, где будут границы какого-то объекта. Как этому противостоять? В любой нормальной стране такая бы практика была невозможна. Потому что любой бы надзорный орган сразу же бы эту историю прекратил. Поскольку пока нет актуального генерального плана. А генеральный план с 2009 года его актуальность под вопросом. Там был целый ряд решений о том, что он не соответствует и так далее. То есть пока нет актуального генерального плана, ДПТ принимать нельзя. У нас же контролирующие органы очень часто глаза приподзакрывают на многие вопросы. Соответственно, эта вакханалия продолжается. Но я считаю, что именно на слушаниях по ДПТ по Аркадии общественность продемонстрировала абсолютно эффективный механизм, как этому противостоять. То есть просто вы хотите общественные слушания по ДПТ, так это будут настоящие общественные слушания. Не формальные, не бутафорные, не с людьми, которые первый раз вообще слышат о ДБНах, о СНИПах, о каких-то, о ДПТ. А с людьми, которые подготовлены, которые понимают, о чем вы говорите, которые понимают, как это должно быть. И которые прекрасно могут повернуть обсуждение в сторону интересов непосредственно территориальной громады. А это же никому не выгодно. Именно потому, что этот инструмент, который продемонстрировал общественно, он эффективный для срыва этой практики. Именно поэтому этот вопрос в таком пожарном темпе, наперекор мнению громады, людей, которые там собрались, нарушение всех норм законодательства в пожарном темпе был протащен через сессию. То есть таким образом власть нам доказала, что мы идем правильным путем и мы используем эффективный инструмент. Поэтому я считаю, что дальше, в дальнейшем, на каждом ДПТ должны быть и граждане, которые проживают на данной территории, подготовленные отстаивать свои права. И представители от нас, от генерального протеста, от общественности. Большая просьба к средствам массовой информации максимально оповещать граждан о том, где и когда будут подобные общественные слушания. И общими силами, я уверен, мы сделаем так, что им просто невыгодно будет проводить такие общественные слушания и пытаться протащить эти вопросы через ДПТ в обход генерального плана. Если можно, два слова дополнения. То есть, мова, на самом деле, не про какой-то героизм. То есть, мы много говорили про борьбу, про гражданскую позицию, но, на самом деле, проста речь. Необходимо следовать за дотриманием установленной законной процедуры. Не быть равнодушными. Есть у нас законодательное поле, есть закон о регулировании местобудительной деятельности, другие законодательные акты, там это все моменты прописаны. Есть эксперты, в том числе, в генеральном протесте, до которых можно вернуться. Все просто, мы за закон, мы не против, мы за. А вы должны его выполнять, и мы за этим будем следовать. Тобто, на жаль, дійсно, доводится частково громадкости выполнять роль прокуратури. Но результаты это даст свои плоды, певные. Уже сьогодні Костусев, насправді, и партія регионов, и большинство депутатов в МИСКОЙ Раде перейшли в певную межу. Тобто, они уже самі собі протиричать. Только Управление архитектуры сказало, так, мы будем створювать погоджевольную раду, для того, чтобы шукать якийсь компромисс, что стосуется цією территорией. И наступного дня абсолютно противоположное решение принимается. Тобто, обоих вас в Управлении архитектуры працюють некомпетентные люди, которых нужно звольнити, ну або вы даете против интересов громады. Тут уже, я думаю, знову ж таки ответы очевидны. Что ж, подводя итоги нашей беседы, возвращаясь к интерактивному голосованию. Вы помните, что в событии нашего города есть еще одно событие. Извините, автологию события. Костусев отправился с официальным визитом в Китай. Кстати, хочу напомнить, что год назад мы сегодня об этом говорили. Год назад он был в командировке в Швеции и Финляндии. Кстати, изучал там опыт строительства доступного жилья. К сожалению, после этой поездки, несмотря на обещания и бесплатного выделения земли, прокладки коммуникаций, дать даже городские займы, ну ничего такого и в помине не было. Все осталось лишь пустыми словами. Ну вот сейчас поездка в Китай. Я хотел бы, конечно, коротко узнать, как говорится, без шуток, а серьезно, какова цель этой поездки, какую пользу получат от этого одесситы. Но перед этим хочу напомнить итоги интерактива. Заодно попрошу вас его и прокомментировать. Сегодня мы спрашивали, безрезультатный бюджетный туризм Костусева это? 27% телезрителей считает, что это легальные прогулы. 21% телезрителей считает, что это бегство от действительности. И 52% телезрителей поиск потерянного ума разума. Если можно коротко, да, потому что у нас совсем не осталось времени. Вы не оставили, Алексею Алексеевичу, никаких шансов на позитив по интерактиву. А, значит, ну цель, я думаю, что тут ни я, ни Андрей ее назвать не могут, потому что она известна только самому путешественнику. А польза, ну я буду рад, если я ошибусь, но боюсь, что пользы одесситы никакой не получат. Мы, и вы уже об этом говорили, мы видели ситуацию после посещения Финляндии и Швеции. Ни зеленой энергии, ни доступного жилья, ни каких-то других достижений, которые славятся в Скандинавии, в Одессе пока не появилось и даже не обсуждается. Андрей Володимирович, ваше мнение польза будет? Ну все ж таки, я позитив. Однозначно, я позитив. От, наприклад, ми сьогодні багато говоримо, але я хотів би привітати всіх одесситів. Сьогодні 14 жовтня великі свята. Перше, це я вітаю всіх православних християн з святом Покрови Божої Матери. Дуже велике свято. І також державне свято сьогодні світське, День українського козацтва. Козаки стояли свого часу витаків з основання і будівництва нашого міста. І тому однозначно всіх нас вітаю з цим святом. І Олексій Костусів зробив найбільший подарунок, який він міг собі зробити для нас всіх. 14 жовтня на свято Покрови і День українського козацтва він не присутній в Одесі. Це насправді серйозний крок з його боку. Але разом з тим, ну що очікувати? Однозначно, що позитиву не буде. Я знаю, що найближчим часом до Одеси приїжджає секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Клюєв. У нас тут КРУ працює в місті досі. КРУ працює київське і по обласній адміністрації, і по Одеській міській раді, і по виконкому. Можливо, в світлі всіх цих подій Костусів замислиться, а чи варто повертатись до Одеси? Я думаю, що Китай – гостинна країна. Можливо, знайдуться аргументи, щоб він там залишився. І можливо, їм потрібен другий рішильє більше, ніж Одеси там. Що ж, спасибо большое. Спасибо за интересную беседу. Наша програма подошла к концу. Всего вам доброго. До свидания. Дякую. Успіхів. До свидания. Уважаемые телезрители, наша програма подошла к концу. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитрувальниця Оля Шор